В эфире Петровка 38, в студии Александр Белогуров. Здравствуйте. Крупный канал поставки запрещенных веществ в Москву перекрыли столичные наркополицейские. За одну поездку злоумышленники привозили в столицу десятки килограммов марихуаны. Но очередная криминальная командировка закончилась задержанием через мелких курьеров. Оперативники вышли на производители зелия. При этом марихуана не единственная, чем промышляли драгдилеры. Как и откуда крупные партии наркотиков попадали в столицу, выяснил Максим Ларин. Если бы этот мужчина знал, чем закончится его поездка из Краснодара в Москву, ни за что бы не поехал. Но теперь сожалеть поздно. Время рассказать оперативникам о целях визита в столицу. Что-либо запрещенное в данном автомобиле есть? Есть. А что? Наркотики. А что за наркотик? Марихуана. Марихуана. А находится где? В полиции. А в багажнике данного автомобиля, да? В колесе это мягко сказано. Чтобы спрятать почти 11 килограммов марихуаны, злоумышленникам потребовалось 5 колес. Второй задержанный сопровождал ценный груз на другой машине. Вы вдвоем это загружали в машину? Для чего? Для того, чтобы что сделать? Привезти куда? Наркодилер скромничает. Такая партия для одного человека слишком много. Распространителей зелья в столице было несколько. Их стражи порядка тоже взяли с поличным. Где лежит? В автомобиле где? Да, да. В автомобиле где? Где? Сзади. Сзади? Да. Белый порошок в пакете кокаин. А это уже расфасованная на дозы марихуана. В домах наркокурьеров полицейские нашли еще больше наркотиков. Вышли оперативники и на производителей запрещенных веществ. В дальнейшем в Краснодарском крае полицейские установили двух местных жителей, которые предположительно занимались культивированием, хранением и подготовкой к перевозке наркосодержащих растений, предназначенных для отправки в столицу. При проведении обысков в складском помещении и домах злоумышленников наши сотрудники обнаружили и изъяли более 10 килограммов марихуаны и около 100 кустов конопли. Вот уже собранный и готовый к отправке урожай. А вот его хозяйка. Я пополам товар сажала. Товар отправила. Сажала и отправляла наркотики эта дама. Напополам вот с этим мужчиной. Он тоже во всем сознался. Стражи порядка изъяли из незаконного оборота 22 килограмма марихуаны и около 200 граммов кокаина. Теперь всем задержанным за производство пересылку из быт запрещенных веществ в крупном размере грозят внушительные тюремные сроки. В московском метро 29-летний гость столицы проехал свою остановку. И это его очень расстроило. Так, что он достал баллончик и залил перцем случайного попутчика. Вот агрессор он в очках с улыбкой на лице отчитывает совершенно постороннего человека за то, что тот не подсказал ему, что двери открываются нажатием кнопки. В какой-то момент злоумышленник достает перцовый баллончик и распыляет его содержимое в лицо своему оппоненту. На этом безумное поведение мужчины не заканчивается. Он выходит за своей жертвой и начинает преследование. Однако, потеряв мужчину из виду, злоумышленник перепутал его с 32-летним жителем столицы и распылил в его сторону содержимое баллончика. Сотрудники полиции, осуществлявшие службу на станции, задержали злоумышленника на месте происшествия. Им оказался 29-летний приезжий мужчина. Возмутителя спокойствия доставили в отдел, где он быстро угомонился и начал извиняться за свое неадекватное поведение. Мол, перебрал с алкоголем. Из-за того, что был в состоянии алкогольного обвинения, я начал приставать к этому мужчине. Он начал от меня убегать, и потом я начал пшикать от него баллончиком и догонять его. Опасная для здоровья игра в салке обернулась для мужчины уголовным делом. И побои. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы. Пожилая москвичка обратилась за помощью к гадалке. На прием к целительнице она ходила несколько раз. Эффекта от магических обрядов не почувствовала, зато отчетливо ощутила пустоту в кошельке. Как только доверчивая пенсионерка сообщила целительница о том, что денег больше нет, увидела настоящее чудо. Доброе вражее в один миг превратилось в наглую вымогательницу. Алла Смотрикова пообщалась с потерпевшей. Светлана Викторовна решила поправить свое здоровье неординарным способом. Вместо того, чтобы обратиться к врачам, 84-летняя пенсионерка стала уповать на чудо. Увидела рекламу целительницы и, не раздумывая ни секунды, позвонила ей. Думаю, да, я позвоню. Она сказала, конечно, я вам помогу, обязательно помогу. Ну и сказала, приезжайте завтра. Ну пришла, нашла. На приеме колдунья шокировала свою клиентку плохими новостями. Одного взгляда в магический шар целительницы хватило, чтобы вынести неутешительный приговор. На всей семье пенсионерки страшная порча. С такой проблемой может справиться далеко не каждый маг. К счастью, пожилая женщина обратилась по адресу. Ей, то есть колдунье, даже такая порча под силу. Одолеть напасть за один прием, конечно, нельзя. Поэтому выражая назначила старушке еще один сеанс. Гадалка предупредила, работа предстоит тяжелая, поэтому и цена за магические услуги высокая. Свою работу злоумышленница оценила в 200 тысяч рублей и под видом совершения обряда провела ряд манипуляций. Затем злоумышленница сообщила, что для окончательного решения проблемы клиентке нужно заплатить еще 300 тысяч рублей. Когда пенсионерка сказала, что такой суммы у нее нет, целительница тут же показала свое истинное лицо. Она поставила клиентке ультиматум – нет денег, нет обряда. Женщина поделилась своей бедой с сыном. Тот сразу понял – его мама попала в лапы мошенницы. Чтобы вернуть деньги, нужно срочно обращаться в полицию. Ну, я все нашла, приехала, я еще тогда ходить могла. Вот, и он мне сказал, ну что, будем работать. Полицейский? Да. То есть с помощью полицейских удалось вернуть деньги? Да, только, только. Помощь полицейских оказалась куда эффективнее магических обрядов. Мошенницу быстро задержали, а потерпевшие вернули ее деньги. За магический сеанс злоумышленнице грозит реальный срок – до пяти лет лишения свободы. Алла Смотрикова, Арсений Луриохин, Иван Перминов, Петровка, 38. Кража мобильного телефона, трех велосипедов и, возможно, это еще не полный список сомнительных подвигов 42-летнего жителя Раменского района Подмосковья. Вычислить вора удалось благодаря кадрам с камеры видеонаблюдения. Вот злоумышленник направляется в компьютерный клуб. Замечать мобильный телефон, который кто-то оставил без присмотра – секунда на все про все и чужая вещь уже в кармане. А это подозреваемый на одной из улиц города ворует двухколесный транспорт. Его и еще два таких же краденых велосипеда мужчина продал. При изучении записи камер видеонаблюдения оперативники установили, подозревая его в совершении противоправного деяния. И через несколько часов задержали его на автобусной остановке на улице Чкалова. Похищенный смартфон у задержанного изъяли. Зашел в компьютерный клуб и со стойки администратора похитил мобильный телефон, пока его не было. Выяснилось, что у задержанного богатая криминальная биография. Он рассказал, был судим за кражу и за убийство. В ближайшее время злоумышленник снова отправится в тюрьму. О том, что еще попало в полицейские сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре происшествий. В центре столицы оперативники задержали москвича, который ограбил посетителя бара. Злоумышленник толкнул мужчину у входа в заведение, отобрал гаджет и незаметно передал его сообщнику. А сам побежал. Потерпевший догнал грабителя, но телефона у него не оказалось. Материальный ущерб 100 тысяч рублей. Чужой смартфон подозреваемый продал. Теперь мужчине грозит 7 лет колонии. Полицейские ищут его сообщника. В Кемеровской области 4 подростка обокрали магазин и аптеку. Свои вылазки они совершали по ночам. Разбивали окна, проникали в помещение и устраивали там погром. В целях конспирации все были в капюшонах. В продуктовом магазине злоумышленники похитили из кассы около 10 тысяч рублей. А в аптеке забрали сканер штрих-кодов и 200 рублей выручки. Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что двое из подростков уже имеют судимости. В Норильске спасли пенсионера, который пошел в тундру собирать ягоды и заблудился. О том, что 73-летний мужчина не вернулся домой, в полицию сообщил его сын. Поиски длились больше суток. Несмотря на непогоду, полицейские и волонтеры прочесывали километр за километров. Пенсионера нашли лежащим на земле. Он уже не мог ходить и с трудом разговаривал. Сейчас мужчина в больнице. Он идет на поправку. Полицейский Маринбургской области понадобилось несколько часов, чтобы вычислить и задержать вора, который специализировался на церковных пожертвованиях. 128 разных ювелирных украшений. Общей стоимостью свыше полумиллиона рублей злоумышленник украл из храма, в который пробрался ночью. Золотые кольца, серьги, подвески, часы, цепочки и кресты. Вор планировал продать в Самаре, куда сразу после преступления поехал на такси. Но стражи порядка опередили его. По камерам видеонаблюдения они вычислили такси, позвонили водителю. И тот сказал, пассажир все еще в его машине. Оказалось, что задержанный уже был судим за кражи. Теперь рецидивиста ждет новый срок. Любовь к музыке и чрезмерная доверчивость лишила жительницу Краснодара кругленькой суммы. Девушка познакомилась в интернете с британским певцом. Влюбилась и перевела ему почти 800 тысяч рублей. А вскоре узнала, что ее кумир живет в России и к музыке не имеет никакого отношения. В запутанной истории разбирался Денис Бушуев. Эту девушку свела с ума любовь к музыке. А вернее, сам исполнитель песни. Услышав в интернете композицию, она так прониклась, что решила написать ее автору. Девушка ни на что не надеялась, ведь музыкант иностранец. Но талантливый британец ответил. Мне написали в комментариях под моей фотографией. Спасибо за любовь и поддержку. Напишите мне, подпишитесь на меня. И музыка их связала. Писал зарубежный исполнитель, как и положено, на английском. На личной странице его фото и песни. Но тут случилась беда. Финансовый директор его подставил, и у него проблемы. Его счет заморожен, деньги все заморожены. Ему нужно собрать, по нашим деньгам, 6 миллионов рублей. Заплатить штраф, чтобы разморозился счет. И девушка решила во что бы то ни стало спасти талант. 6 миллионов у нее не нашлось. Но в банке дали кредит. Почти 800 тысяч она тут же перевела британцу. А он, негодяй, перестал выходить на связь. Пришлось музыканта искать полицейским. Оказалось, что это целый дуэт. По подозрению мошенничества, двоих приезжих из Нигерии и Украины в возрасте 26-30 лет кубанские оперативники задержали по месту их временного проживания в городе Москве. Как выяснилось, писали потерпевшие оба. Для этого мужчины английский родной. А этот задержанный преподаватель английского. Я в столбе был в интернете, который был в СИО. А сейчас я тренирую. Теперь кучу, как это пройдет, потому что у меня в жизни не получается. Так злоумышленники и нашли общий язык, решив направить свои знания в криминальное русло. Вот и потерпевшие пришлось звать на помощь полицейских. Если бы девушка действительно переписывалась с кем-нибудь из ливерпульской четверки. Но, увы, ни для одного, ни для второго задержанного музыка не была даже хобби. За мошенничество аферистам грозит до шести лет лишения свободы. Денис Бушуев, Иван Перминов, Петровка, 38. У меня на этом все. До встречи.